Свенский монастырь Брянской епархии посетил полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Почетного гостя в святой обители встречал митрополит Брянский Исевский Александр. В тот же день владыка-митрополит принял участие в торжественной церемонии вступления в ряды юнармии брянских юношей и девушек. Об истории святой обители, местечка Супонева, владыка Александр рассказал полномочному представителю президента. Игоря Щеголева познакомили с историей основания монастыря и рассказали о воссоздании величественного храма, взорванного в 1930-м. Успенский собор восстанавливают уже шесть лет. Мы готовимся к визиту его святейшества и рады тому, что Игорь Олегович тоже пообещал присоединиться к святейшему патриарху во время освящения. Брянск произвел на него определенные впечатления, очень беременний город. Он, конечно, высказал желание скорейшего восстановления этой святыни. Работа по строительству собора уже близится к завершению. На молитвенную память о посещении Свенского монастыря архипастер преподнес в дар Игорю Щеголеву список Свенской иконы Божьей Матери и крест-мощевик с частицей мощей благоверного князя Олега Брянского. Имя Олег носил покойный родитель полномочного представителя. В тот же день в рамках рабочей поездки в Брянскую область полномочного представителя президента на партизанской поляне Брянска состоялось вступление в ряды юной армии юношей и девушек. Мне это приведется в жизнь. Я планирую связать свою профессию с военным делом. Пойду в военную академию. Занимаемся рукопашкой, разбираем автоматы. Очень интересно. Проходим разные препятствия. Хочу быть военным. Пополнение рядов юной армии состоялось в канун празднования 75-й годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Сто школьников, прошедшие предварительный отбор, дали торжественную клятву на верность Отечеству и всему юноармейскому братству. С важным событием юноармейцев поздравили высокие гости. Дорогие ребята, новыми успехами в спорте, учебе, активной общественной деятельности вам предстоит доказывать, что звание юноармейца – это знак отличия. Чтобы, глядя на вас, в юноармию приходило все больше ярких, активных, целеустремленных и любящих нашу Родину молодых ребят. Я хочу пожелать вам всегда видеть перед собой добрые примеры истинных патриотов, в том числе тех, кого церковь причислила к лику святых за их воинские подвиги ради спасения Отечества. Завершилась церемония вручением значков юноармейцам. Затем почетные гости вместе с ребятами отведали гречневые каши, приготовленные на полевой кухне. После состоялась экскурсия по партизанской поляне с посещением музея истории партизанского движения на Брянщине.